Строят город, но разрушают экологию. В год водоохранных зон челнинские предприятия загрязняют Каму, складируя на ее берегах, что ни попадя. На проверку акватории с сотрудниками Росприроднадзора сегодня выехала наша съемочная группа. И долго искать нарушений не пришлось, впрочем, как и самих нарушителей. Подробности с места событий у моей коллеги Ольги Шапкиной. На протяжении всего берега Камы от Нижнекамской ГЭС до Лесоцеха можно наблюдать такие горы песчаногравийной смеси. А в период половодия некоторые из них и вовсе затопило. Размываемые грунты вдоль берега складируют различные строительные организации. Завидев около работающего трактора сотрудников Росприроднадзора, да еще в компании с журналистами РЕН-ТВ, на месте тут же объявилось начальством. Представители судоходной компании вырезали недовольство внезапной проверкой экологов. На самом-то деле нет тут состава нарушений. Однозначно. Если уже кто-то и нарушил, нарушил и с полком, отводя эти земли. Но как объяснили сотрудники Росприроднадзора, складировать песчаногравийные смеси здесь можно, но не на берег, а на специально установленные бетонированные площадки. Кроме того, и подъездные пути здесь не оборудованы надлежащим образом. Здесь мы зафиксировали и нарушение о том, что движение транспорта осуществляется по дорогам без твердого покрытия. Это тоже является нарушением режима водоохранных зон. Все нарушения были зафиксированы, а сотрудников компании пригласили в Росприроднадзор для составления протокола. Вообще за подобные загрязнения водоохранных зон в отношении юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 400 тысяч рублей. На нарушение правил то, что с твердым покрытием дороги был, я в этом даже не знал, а то, что грунт мы не успели убрать, с этим я согласен. А вот то, что вы теперь узнали, вы как-то будете это убирать? Ну, конечно, будем. Будем вывозить и только как будем думать над этим вопросом. Пока начальство ломает голову, как все исправить, спецтехнику отсюда отогнали, а въезд перекрыли. В свою очередь сотрудники Росприроднадзора отметили, данный случай не единичный, так что и остальным, кто орудует на берегу Камы, такой проверки, как сегодня, не избежать. Ольга Шапкина, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.